Могу сказать от себя лично, я второй раз уже приезжаю с сыном сюда. Первый раз было кодирование на год. Год ни к чем никогда сын не занимался. Сразу же надо кодироваться и от алкоголя. Почему? Потому что алкоголь это, по моему мнению, так как получилось у нас большой возбудитель для наркотика. Началось с пива, с редбуля, а потом вернулось все назад. Прошло полгода, через полгода мы поняли, что нужно ехать опять назад в центр. В этот раз опять полный курс лечения. Кодировка от алкоголя, кодировка от наркотиков. И я скажу, кто сомневается, ребята, алкоголь надо забирать сразу же. Я смотрю по своему сыну, возбудителем для дальнейшего продолжения колодца наркотиками или титаблетки. Всегда являются на нервной почве семейные передряги. Разные ситуации бывают, только алкоголь появился, человек расслабился, каждый думает, а я же смог год, полтора, не делал этого, один, два раза не в счет. Это самообман. Вернется все на круги свои. Ну, ребята, что я могу сказать? Не хочу говорить действительно хвалебный ход, но лучше центра я не видел, я только был здесь. Здесь я наслушался столько разных центров. И ребята, и взрослые, и пожилые, и женщины, и мамы. Мне кажется, все равно лучше центра этого нет. Как по условиям жизни, и как по лечению. По отношению даже к пациенту. Здесь все живут на равных. Нету никаких... Кто-то выше, кто-то ниже. Себя человек чувствует раскрепощен. Все то, что на душе наболело, все надо рассказывать докторам. Они всячески помогут с тобой, побеседуют в коридоре, на кухне, где бы ты ни был, на занятиях. Все тебя только стараются сделать как лучше. Большое спасибо центру. Спасибо. И я хотел, Саша, тебе вопрос задать. С каким настроением домой едешь? Я от отличного настроения. Чувствую себя бодро. Мыслей немае, нету таковых. Чем-то приехать, там, как говорят, можно и вырезать эту капсулу. Можно, не знаю, что мыслей нету, еду со спокойной душой работать. Ну, мыслей о наркотиках нет. А о чем мысли? Мысли, как приехать. Приеду домой, надо устраивать жизнь, трезво жить. И достигать своих целей, которых не достиг при наркотике. Понятно. Что бы ты мог пожелать, может быть, тем ребятам, которые будут проходить у нас курс лечения, реабилитации? Желаю, чтобы вы, пацаны, вылечились, не срывались домой, там, в первые дни, как некоторые приезжают, неделю кумар сбивают и уезжают. Тут нету ничего страшного. Все должно быть нормально. Я думаю, все выздоровеют и все будет хорошо. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо.